Камень Например, вот, пожалуйста, 17 карат, апельсиновый цвет, уходящий в черный, я не знаю, как правильно назвать. Мой партнер сказал, что это чайный цвет, ну, может быть, такой яркий чай, да. Сегодня будет еще парочка цирконов, посмотрите дальше. Цвета очень яркие, очень интересные, и цирконы, как правило, чистые. Циркон — это натуральный камень. Сафиры бывают не только синие, как это принято считать, да. И сегодняшнее видео доказательство этому, пожалуйста, яркий розовый сафир, камень негретый, поэтому цена относительно высокая, но на самом деле негретые камни, если они чистые, без трещин, без включений, без мутных облачков, они всегда стоят дорого и встречаются очень-очень редко. Вот яркие представители как раз той самой редкости. Три с половиной карата, очень яркая и веселая шпинель. Видео снималось под очень пасмурным небом, у нас вообще дожди идут каждый день, практически не прекращаются. Погода постоянно пасмурная, но даже под серым свинцовым небом камень выглядит довольно ярким, и цвет немножко играет в видео. Это именно из-за того, что погода плохая, освещения не хватает, камера не может правильно схватить изображение. Очень-очень яркий розовый гранат. Вот такой цвет яркий попадается у нас только в Танзании. Четыре карата. Посмотрите, если вы не инвестор, вам просто нравятся розовые камни, сравните цену у этого граната, его цвет, и цену и цвет у сафира. Вот на мой взгляд, если просто носить, да, просто носить розовый камень, то этот гранат обыгрывает сафир просто по всем показателям. Но опять же, есть люди, которые хотят именно розовый сафир, а не розовый гранат или розовый турмалин, такое тоже бывает. И мы не против этих людей ни в коем случае. Снова гранат. Опять из Танзании. Я не берусь назвать этот цвет. Красно-розовый, розово-пурпурный, красно-пурпурный. И посмотрите, там видны включения. Это минерал, который называется рутил. Он похож на такие мелкие золотистые волоски. Это не царапины и не трещины ни в коем случае. И снова доказательство того, что сафир не всегда и не обязательно синий. Пожалуйста, очень яркий сафир с неоном эффектом. То есть там есть мелкие-мелкие включения. Они микроскопические. Они вот отражают нужным образом свет и придают ему такой эффект неона. То есть такой сафир будет гореть даже в комнатном освещении, при свечах, в полумраке, в плохую погоду, как в принципе на данном видео. Когда это видео снимали, шел небольшой дождик. Но камень очень яркий при этом. Это у нас шпинель. Такой темно-фиолетовый благородный цвет с уходом в черный. Мне кажется, для мужского перстня или если вы девушка или женщина, но любите при этом темные мрачные оттенки, темные неброские цвета. Вот прям ваш вариант. Обратите внимание на цену. Камень в срочной продаже. Владельцу, как это у нас часто бывает, нужны срочно деньги прямо сейчас. Этот желтый камень называется хризоберил. Мне кажется, мы ни разу еще вам не показывали камни из этой группы. Между тем, они яркие. У них бывает множество разных оттенков и цветов. В ближайшие месяцы покажу вам еще несколько хороших вариантов. Попадаются они почему-то очень редко. Обратите внимание, пятнышко это не скол, это не трещина, это тоже включение. Включение в камнях, к сожалению или к счастью, очень часто или почти всегда присутствует. Когда я увидел этот камень первый раз, я пытался угадать, что это, но у меня, если честно, даже не было предположений. Вот такая шпинель. Вот такой она получилась. Я не знаю, как назвать этот цвет. Там разные совершенно оттенки. У него такой есть молочный проблеск, да, и эффект неона, он придает именно вот эта молочность, она придает эффект неона. Не знаю, как назвать цвет. Ни до, не встречал никогда, возможно, и после не встречу. Вот, собственно, принимайте. Шпинель непонятного цвета. Снова шпинель. На этот раз здесь она и не фиолетовая, но при этом и не грозовая. Она какая-то вот стальная, да, наверное. Цвет стали, скорее всего, с фиолетовым отливом, таким интересным, приятным. Камень довольно крупный. Из него можно сделать и мужской перстень, но при этом можно сделать интересное женское кольцо. Какое-нибудь вечернее, загадочного цвета. Снова сапфир и снова не синий. Полихромный сапфир, такие добывали только на Мадагаскаре. Добыча иссякла, я уже об этом говорил в предыдущих видео. Вот, я отлавливаю уже последние остатки роскоши. Обратите внимание на стоимость. Они выросли за последние пять лет в цене примерно, ну, наверное, где-то в пять раз и выросли. И продолжают быстро идти вверх, потому что их больше не производят. Вот, собственно, камень стал из обычного украшения уже инвестицией. А шпинель, цвет называется кобальтовый, потому что там содержится большое количество кобальта. Именно он придает такой яркий синий цвет. Посмотрите, во-первых, на включение. Это такая полосочка золотистая. Это опять у нас тот самый минерал рутил. То есть он и в шпинели, и в гранатах встречается нередко. Если рутила много, и он расположен как-то через весь камень, полосочками красивыми, это может камень даже делать дороже. Ну, по размеру, я думаю, вы понимаете, по цвету, да, что камень редкий, он крупный, он яркий, он чистый. Поэтому его можно считать тоже инвестициями. То есть именно вот такие камни скупают коллекционеры. Собственно, по продаже этого камня я уже веду переговоры с европейским коллекционером. Тут у нас уже шпинель попроще. Для повседневной носки отлично подходит. Цвет такой приглушенный, умеренный. Я бы сказал, что, наверное, это серо-голубой с уходом в темное. Размер, чистота, гранка, все отлично. Для любителей, опять же, повторюсь, да, неярких, приглушенных цветов очень хорошо подходит. Мне кажется, что вот этот камень хорошо подойдет в мужской перстень с матовым серым покрытием, как я люблю делать. И снова редкий гость у нас. Называется камень цитрин. Они тоже бывают разных цветов. Огранчик наш постарался, я ему уже выдал премию, не переживайте. Для кольца, я думаю, не подходит, слишком крупный. Для хорошей, интересной подвески вполне подойдет. Цвет желтый, золотистый, да, можно его очень интересно сочетать с другими камнями или с белым металлом. Я бы, конечно, поставил в черный. Я вообще все всегда люблю ставить в черный. И всех заказчиков всегда уговариваю на черный металл. Нежно-нежно-нежно розовый турмалин. Он настолько нежный цвет, да, что почти телесный. То есть, посмотрите, он чуть-чуть отличается от цвета кожи. Мне кажется, что для женского кольца штука просто волшебная. То есть, цвет прям крайне редкий. Я вот именно такой оттеночек розового встречаю на данный момент впервые. И снова турмалин. Я долго думал, что сказать про цвет. Я не знаю, что это за цвет. Тут, посмотрите, куча оттенков. Зеленоватый, розовый, фиолетовый, желтый, коричневатый. Полихромный получается. Мне даже интересно, какой цвет даст сертификат. То есть, я не представляю. Опять же, для кольца, наверное, крупноватый камень. Хотя есть, конечно, любители прям колечек с огромными камнями, да. Но для подвески прям идеальный вариант. Снова циркон. Такой апельсиново-осенний оттеночек. Кстати, много попадается камней с осенними оттенками. Наверное, потому что в России скоро осень. Огранка. То есть, он похож на номер один. Огранка другая. Кому-то нравится такая огранка. Кому-то нравится иная огранка. То есть, но все... У нас все камни высокого качества. Здесь, опять же, наш огранчик молодец. Цвет этот и для мужчины, и для женщины вполне подходит. Я бы, например, себе кольцо с таким камнем сделал бы. И снова я не смог со всех попыток, у меня было бесконечное количество попыток, угадать, что это за камень, когда мне его принесли. Долго думал, долго смотрел. Честно, вижу впервые такой цвет. Это гранат. Да, это гранат. То есть, они, видите, оказывается, не только бурые. Бывают самых разных цветов и оттенков. Этот цвет совсем уникальный. То есть, я даже не думал, что они такие бывают. Ну, тут, как ни странно, я угадал. Буквально со второй попытки. Но я думаю, что не все из вас угадают, что это за камень. Это не турмалин. Это не изумруд. Это, ребята, тоже гранат. Да, вот предыдущий гранат. И это тоже гранат. Очень редкий цвет. Он с эффектом неона. Там есть два включения. Это не трещины. Это, так называемое, перо. Да, это когда минералы в ниточку выстраиваются, но не рутил. Да? И похоже немножко на перышко. Ну, собственно, оно так в гемологии называется. Перо. Камень супер-супер редкий. Вот такого оттенка гранат я встречаю впервые за несколько лет последних. Я, с одной стороны, стараюсь показать все красиво. И, с другой стороны, я понимаю, что слишком длинные видео будут вас утомлять. Поэтому на сегодня последний камень. Это у нас опять сапфир. То есть, видите, у нас сегодня было много сапфиров и ни одного синего. Он, по сути, полихромный, я думаю. Потому что здесь есть от оранжевого, апельсинового до желтого. Да, разные оттенки самые. Очень хорошая огранка, чистый камень. И цена очень привлекательная. Отложил еще довольно много ярких камней на следующую неделю. Приходите еще. Не болейте, пожалуйста. Всего хорошего. Берегите себя и родных. Продолжение следует...